Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 мая, день Максима, на замчесть страданий святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. Во времена царствования императоров Диоклетиана и Максимиана началось сильное гонение на христиан. Максима принуждали к поклонению ложным богам, он отказался. В тюрьме ангел укрепил его. В последующем наместники императоров приказали связать их, растянуть на земле и бить. Мученики все стерпели и смело возражали мучителям, за что были обезглавлены. Старину этот день называли по-разному. Максимов день, Максисон, Максим и Асун, Максим береза сок. Наши предки считали, что в этот день теплый майский ветерок приносит здоровье. Его даже собирали в ладонки и носили на шеи, как и крестики. Ясон, правнук бога ветров Эола, был отдан на воспитание кентавру Херону, который научил его искусству врачевания. В этот день старались лечить больных от весенних лихорадок. Для этого использовали травы, подорожник, крапиву, математику и в особенности березовый сок. Предварительно больных купали в дождевой воде или старались натирать мартовским снегом, который специально заготавливали для этого. Лечение проводили только в ясную и солнечную погоду, которая предвещала полное выздоровление и продление жизни. Ненастная погода этого не предвещала, поэтому никакого лечения и обрядов не проводили. Березовый сок считали отличным средством для лечения отеков, артрита, цинги, малокровия, подагры и фрункулеза. Считалось, что наиболее целебный сок можно добыть сегодня с верхушек березы. Примета На восходе солнца в небе нет ни единого облачка, предвещает жаркое лето. Если сегодня южный ветер дует, предвещает много летних гроз. Рябина зацвела рано к богатому рожаю овса. Если поздно зацвели одуванчики, это к засушливому лету. Если первый майский гром на Максима погремел утром, лето будет умеренное. Если в полдень, к теплому лету. А если в полдень с южной стороны придет, еще и плодородное. Если гром под вечер, к теплому лету, но холодной осени. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!